Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Итак, коротко о главном. Добрые дела анапского бизнеса. Предприниматели совместно с администрацией города открывают спортивные площадки. К духовным истокам. Сегодня православные отмечают благовещение Пресвятой Богородицы. Флэшмоб для пользы тела. На театральной площади состоялась акция, приуроченная к Международному дню здоровья. Спортивные победы – престиж города-курорта. В Анапе возрождается традиция проведения городской спартакиады. По заданию главы положение спартакиады разработало управление по спорту. Бороться за звание лучших будут команды из сельских округов. Сейчас подбираются площадки для организации соревнований. Сергей Сергеев оценил возможности спортивных объектов СКО «Смена». Спортивный комплекс «Победа» полностью оправдывает свое название. Таких условий для тренировок и состязаний мало где встретишь даже на краевом уровне. Главу Анапы встречает депутат законодательного собрания Краснодарского края Николай Иванюшкин. Он – идейный вдохновитель и создатель победы. Сергей Павлович осматривает спортивные площади и с удовольствием пробует силы в меткости в стрелковом тире. Здесь проходят соревнования по стрельбе. Впечатляет масштабами спортивный зал – полторы тысячи квадратных метров. Пожалуй, здесь предусмотрено все. Разметка и оборудование для игровых видов спорта, бадминтонные и теннисные площадки, инвентарь для гимнастики и аэробики. Наши спортивные школы знают сюда путь. ГТШ номер один у нас Олимпийской резервы. Здесь три раза в неделю футбол. А что это за партнер? Не пожалели денег. Обошелся 5 миллионов этот пол. Нас сделали, заказывали в Олимпийской. Три волейбольные площадки. В свете готовящейся городской спартакиады визит главы как нельзя кстати. Сергей Павлович, в прошлом профессиональный спортсмен, видит возможности для реализации спортивных инициатив. Зал обалденный. Городская спартакиада? Мы аренду будем платить. Если у нас команда будет, она будет тренироваться в 10 школе, а игры мы заключим договор и будем проводить здесь. Чем хороший зал? Все необходимое, коммуникации нет. Приточно-вытяжная вентиляция есть. Ну, тепло. Отопление есть. Кондиционеры стоят. Здесь сейчас вообще можно какие-то, даже общероссийские соревнования, какие-то ГТО, там вот он бомбинтон расчертил. Сергей Павлович, освещенность 1300 литв. Самые высокие требования в мире на спортивных состязаниях чемпионата мира по боксу. Ринг должен быть освещен не менее 1000 люксов. А намские спортсмены здесь с удовольствием тренируются. Первая спортивная школа привозит детей на мини-футбол, четвертая – на занятия вольной борьбой и дзюдо. Здесь тренируется Олег Чен. А многие именитые спортсмены приезжают, чтобы дать мастер-классы для своих юных поклонников. Целебная природа сукой и высококлассные условия для тренировок располагают к достижению самых высоких целей. Молодцы. А для детей с каким удовольствием занимаются дети? Ну вот. А родители, которые… Я еще раз говорю, если бы он для себя делал, можно было бы это не строить. Вложить в бастеницу или еще там какой-то получать по сезону прибыль и потом ноги задрать, сидеть. А за этим вот уже смотри, во-вторых, оно больших денег не принесет. Это в общем спортивные объекты. Но зато, посмотри, мы сейчас прошли середину дня, сколько детей. Для подрастающего поколения возрождаются славные традиции. По поручению главы Анапы управление по спорту разработало положение по проведению городской спартакиады. На сегодня в положении о данных соревнованиях у нас утверждены 13 видов спорта. Один из которых не совсем вид, это вид программы, скажу, это туристский слет, который в себя будет включать уже еще 6 видов. Спартакиада стартует уже 15 апреля с соревнованиями по легкой атлетике и ГТО. И сегодня в Анапе появилось 5 новых спортивных площадок. Их открытие стало возможным благодаря поддержке местного бизнеса. Предприниматели приняли финансовое участие в проекте. Спортплощадки были построены на территории образовательных учреждений. Самый большой комплекс открылся в седьмой школе. Он включает в себя все, что необходимо для полноценных занятий спортом. Турники, брусья, шведские стенки и тренажеры. У нас муниципалитет остро нуждается в спортивной инфраструктуре, в развитии ее, укреплении материально-технической базы непосредственно в области физической культуры и спорта. И данная площадка только укрепляет нашу базу и позволяет подрастающему нашему поколению заниматься в более доступных местах, непосредственно на территории школы. В Международный день здоровья на театральной площади города-курорта в небо взмыли десятки самолетиков. А пожилые, но активные анапчане танцевали на сцене, не оставляя равнодушными молодежь. Специальная акция прошла в рамках волонтерского форума, который проходит в эти дни в Анапе и была приурочена к Международному дню здоровья. Даже запуск самолетиков может стать своеобразным гимнастическим упражнением. Задача, чтобы они как можно меньше лежали на земле и как можно больше их находилось в воздухе. На театральной площади самые активные анапчане. Цель – популяризировать здоровый образ жизни среди нашего молодого поколения и не только. У нас здесь сегодня присутствуют и волонтеры серебряного возраста, которые всегда активно принимают участие и подают пример нашей молодежи. Бодрый танец в исполнении серебряных волонтеров подхватила молодежь. Вера Нараб занимается хореографией 4 года и говорит, что особой усталости после исполнения номера не чувствует. Давление забываешь, вообще его нет. Это когда не занимаешься, может быть, подскочить, а так занимаешься постоянно. Очень хорошо чувствуешь себя нормально, здоровым человеком. Поначалу, конечно, было трудно, в связи с тем, что у нас руководители прекрасны, и поэтому все ходят еще больше, увеличивается коллектив. Как говорят сами волонтеры, помимо танцев, поддерживать себя в тонусе помогает специальный комплекс упражнений. Показали несколько, а не самых сложных, чтобы можно было легко повторить. Нравится очень. У Марии, как говорит она сама, активная жизненная позиция. Девушка, будучи преподаватель начальных классов, занимается спортивными танцами. Достаточно правильно распределена нагрузка на все группы мышц. И тщательно прорабатывается каждое упражнение. Только подошла уже, сделала несколько упражнений, уже намного лучше себя чувствую. Происходящее можно назвать практической частью муниципального добровольческого форума. Территория добра, который проходит в Анапе в эти дни, его участников хотят научить, в том числе, самостоятельно организовывать подобные мероприятия. Кадастровым инженерам повышают квалификацию, чтобы регистрация объектов недвижимости проходила без заминок. В Анапе прошел специальный семинар, в котором приняли участие более 50 специалистов из города-курорта Новороссийска и Темрюка. Сегодня кадастровый инженер – это и геодезист, и оценщик, и юрист. В его работе необходима точность, особенно в спорных ситуациях, которые нередко возникают между соседями. Все ошибки, сделанные такими специалистами, учитываются и могут привести к отзыву лицензии, а также к крупным штрафам. Кадастровый инженер может быть индивидуальным предпринимателем или сотрудником компании. Цель данных встреч – чтобы с первого раза гражданин получал результат по договору подряда, который был заключен с кадастровым инженером. Поскольку бывают случаи, когда по пять, по шесть, по десять раз получают граждане при остановке. И все из-за каких-то мелких, банальных ошибок, опечаток кадастровых инженеров. Над этим постоянно работаем. Встреча у нас будет в этом году запланирована через каждые две недели в разных кустах Краснодарского края. Поэтому ведется работа по повышению качества оказываемых услуг инженерами. «Единая Россия» запустила голосование в соцсетях по отбору тем для дебатов в рамках предварительного голосования в регионах, где в сентябре состоятся выборы в органы государственной власти и местного самоуправления. Сделать это можно на страничках групп региональных отделений партии в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Первые дебаты стартуют завтра и завершатся 21 мая. Региональные оргкомитеты будут в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского голосования и с их учетом определять темы для предстоящих дебатов. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая. Напомним, «Единая Россия» пока единственная партия, которая проводит предварительное голосование. Сегодня православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородице, светлый христианский праздник. С утра в храмах проходят праздничные богослужения. Сегодня как раз Благовещение, когда Архангаврил приходит Пресвятой Богородице, будущей Матери Господа нашего, Пресвятой Богородице, как мы называем в настоящее время, с благовестью, с благовестью, вестью, которая возвещает, что сердечнейший сын, который будет спасителем мира. По современному летоисчислению, Благовещение отмечается накануне Лазаревой субботы. На Руси считалось, что это последний день перед началом пассивных работ и было принято отдыхать. На Руси этот праздник пришел вместе с христианством в X веке. И именно на Руси зародилась традиция выпускать в этот день голубей. Сейчас в православии продолжается Великий пост, который завершится Пасхой 16 апреля. Время очищения души и тела. Однако, по словам отца Петра, настоятеля прихода святого равноапостольного великого князя Владимира, чистоту, как внутреннюю, так и внешнюю, важно поддерживать постоянно. Это наш город, это наша планета, это наша суть жизни, что мы мусим, мы мусим, пускай не дома, но мы мусим дома, потому что это в нас всеобщий дом, наша планета. И если мы будем относиться к ней, как, после меня есть такое высказание, это хоть трава не роси, это будет очень прискоро, потому что для нас придут следующие поколения, которые пожинать эти плоды. Напомню, что завтра, 8 апреля, по всему краю пройдет Всекубанский субботник. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы наша Анапа стала уютнее и красивее. Привести в порядок территорию, прилегающую к вашему дому, магазину, предприятию, посадить цветы и побелить деревья. Вместе мы можем сделать наш город самым красивым на Кубани. В день Всекубанского субботника в Анапе планируют высадить 580 деревьев. С 9 часов утра на генеральную весеннюю уборку массово выйдут все муниципальные служащие, сотрудники управляющих компаний, коммунальных предприятий, общественники. Фронт работы распределен заранее. Излюбленные места отдыха жителей и гостей города – детский парк, Симферопольское шоссе, а также пляжи на Бугасской косе, высоком берегу, Маломутрише – уберут после зимних штормов. Силами сотрудников зеленстроя на газонах и клумбах уже высажено более 35 тысяч цветов. Инициатива городских властей подхвачена предпринимателями. В третьем в микрорайоне устроящегося жилого комплекса «Метеора» по инициативе застройщика коллектив строителей выйдет на посадку деревьев и кустарников. С пятницы готовятся лунки под можжевельник. Здесь как раз подходящий каменистый грунт для него. Всего будет 18 деревьев. Строители говорят, что и жители окрестных домов готовы помогать не только в посадке, но и в уходе за саженцами. Люди хотят видеть свой жилой комплекс уютным и зеленым. В честь завтрашнего субботника решено посадить 20 деревьев. Сегодня мы подготовили ямы. Можжевельник будет, липа. Весь коллектив завтра выйдет. Будем озеленять. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Наш праздничный партнер «Анапский хлебокомбинат» предлагает вкуснейшую выпечку на каждый день, а также куличи, пироги и рулеты к православной Пасхе. Представляем вам еще одного партнера программы «Новости». Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Самые вкусные и свежие для самого светлого праздника в году. Пасхальные куличи и кондитерские изделия от Анапского хлебокомбината станут украшением вашего стола. Неизменное качество и неповторимый традиционный вкус для вас и ваших близких. Анапский хлебокомбинат – настоящий вкус праздника. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.